Гуцульская брынзя Выпасать овец на высокогорье не ниже 700 метров и там же производить сыр исключительно в деревянных бочках. Это главное условие для того, чтобы его можно было называть гуцульской брынзей. Из телячьего желудка делают специальную закваску. Ее выливают в молоко. Нужно подождать 15-20 минут и молоко станет творогом. После того, как молоко превратилось в творог, его подсушивают и перетирают солью. На 10 килограммов овечьего сыра – 1 килограмм соли. Перетрем хорошенько, потом оставляем настояться 2-3 дня. И уже потом я закатываю в банки. Так лучше храниться. Гуцульская брынзя приятно пахнет овечьим молоком, горными травами и сеном. На вкус немного соленая, не очень кислая. Она очень соленая. Соленая, но и свой запах имеет брынза, как и каждый сыр. Кому-то он не нравится. А кто-то с ума сходит по брынзе. Очень вкусная. Вкусная, приятная, сытная. Ни на что не похоже. Не похоже на те сыры, которые мы привыкли кушать. Атара из 200 овец дает около сотни литров молока. Из него получается приблизительно 30 килограммов сыра. Цена килограмма от 200 гривен. Это примерно 8 долларов. Чтобы защитить гуцульскую брынзю от подделок, овцеводы объединились в ассоциацию и попросили украинские власти зарегистрировать территориальный бренд. Для производителей это возможность получить признание своего продукта. Потребители будут доверять этой марке. Они будут понимать, что за названием стоит высокое качество и аутентичность. Продукт переходит в категорию элитного, который с 15 века изготавливают исключительно на территории украинских Карпат. Еще несколько формальных процедур и бренд «Гуцульская брынзя» будет официально зарегистрирован. Следующий шаг, по словам овцеводов, выход на рынки за пределы Украины. Марина Иванова, Александр Кныш, Закарпатья, ЮЭй ТВ.